приветствую всех сегодня буквально хотел пару минут поговорить об вот такой акустики автомобильная акустика прайд соло мини данном случае вот так она выглядит автомобильная автомобильные экземпляры секунду я их аккуратно переверну вот что и широкополосные так и написано здесь по-английски что широкополосные в общем-то громкоговорители четырех омники они ну и 100 ватт что 100 ватт непонятно то ли это пиковая их мощность только это то ли это долговременная предельная то ли так временная предельная ну как будто не было написано что это российский стандарт вот сертифицированный продукт не что сделан в россии значит что по этим динамиком могу сказать динамики очень легко заводится усилителя по сути любого даже усилитель 10 ваттный спокойно способен их раскачать динамики мощные по звуку играют очень неплохо то есть в принципе такого среднего ценового диапазона в принципе звучат отлично теперь что касаемо ремонта вот динамики в большинстве своем одноразовые то есть приобретая данные динамики будьте готовы к тому что в принципе они не подлежат ремонту в обычном его понимании почему у них выводы не медные алюминиевые что это означает это означает что выводы катушки которая вот соединяется там с мембранкой он они видны именно заложенные да и потом уже выходят на вот эти гибкие выводы они алюминиевые а поскольку мы с вами знаем что медь гораздо гибче алюминия медь можем мы спокойно сгибать загибать разгибать раз 10-15 до того как она обломается тонкий усик алюминий буквально три раза вот как правило когда они собираются на предприятии скорее всего уже там идет один загиб однократный то есть буквально когда они выходят из строя обламываются весьма сложно тут как какой вариант когда происходит облом вот этого провода контактного первый вариант это менять всю катушку наматывать на катушку медный провод и выводить уже медные контакты которые затем уже с вот этими гибкими подводками прикрепляются либо пытаться с основной катушки снять один виток дело в том что что мембрана посажена вот на вот этот экстра клей диффузора вот эти весьма сложно поддаются они расклейки как таковой как правило их не берут химические составы обычные которые позволяют спокойно расклеить диффузор и добраться собственно до катушки точно также и катушка она бумажная бумага также проклеена вот этим экстра клеем и когда начинаешь пытаться добраться через бумагу до вот этого алюминиевого скажем так витка чтобы его с катушки сбросить и заново подклеить здесь получается проблемы приходится изгаляться и частности при помощи паяльника приходится прожигать бумагу для того чтобы потом аккуратно пинцетом либо аккуратно поддеть вот этот вот тоненький алюминиевый виток так скажем поэтому господа да и дамы приобретая похоже подобную технику подобные громкоговорители имейте ввиду что как правило они одноразовые то есть они отлично звучат вот достаточно качественно выполнены вот но как правило они весьма весьма слабо ремонтопригодны поэтому круть откручивая их и используя по максимуму будьте готовы к тому что при выходе из строя вы просто их выбрасываете и приобретаете такие же новые вот либо ищите товарищи которые будут готовы вот в подобном ключе над ними изгаляться ну вот потому что если не получается расклеить диффузор да если не получается добраться до самой катушки это по сути он просто жесткой форме разламывается вот достаются все внутренности перематывается заново катушка заново наматывается или на бумагу либо на специальный полимер вот и по сути заново создается полностью динамик вот что хотел рассказать о данной так сказать о данной продукции еще раз говорю по звуку оттол по возбуждению прекрасно никакого сверх супер мощного усилителя для них совершенно не нужно вот но вот в плане ремонтов здесь вы столкнетесь с определенными сложностями и трудностями это что касаемо из опыта моего вот всем удачи всех с праздниками всего наилучшего пока